Драгоценные братья и сестры, приветствую вас в новой 26 неделе марафона «Вооружись словом». Сегодня мы с вами переходим в экватор. 25 стихов позади, половина марафона позади. И сейчас я дерзну рассказать вам 25 стихов, которые мы с вами выучили. Интересно, что благодаря вот этим аудиодорожкам, которые я делал с 1 по 10 стих, с 11 по 20, и на прошлой неделе делился с вами с 1 по 25 все стихи, и я в итоге запомнил даже последовательность, соответственно, этих стихов. Ну и прошу вас также найти человека какого-то, которому вы все эти 25 стихов расскажете. Если не помните, повторите их, потому что краткосрочная память работает одним образом, долгосрочно немножечко другим, и когда мы повторяем эти стихи снова и снова на протяжении этого года, мы вкладываем их буквально в долгосрочную память и запоминаем навсегда. Слава Господу! Итак, Иоанна 17.17, первая неделя нашего молитвенного марафона «Слово Твое есть истина». Далее книга пророка Исаии 55.10.11, много у нас стихов из Исаии в этом марафоне, очень благословенная книга. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Дальше мы учили стихи о молитве, о силы молитвы. Это Иоанна 16, глава 23-24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Дальше короткий стих из Матфея 21-22. «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И снова Матфея 18-19, теперь стих от молитвы Согласия. «Истинно, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Дальше был стих из книги пророка Исаии 54-17, стих о защите Божией, о охране Божией на нас. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня». Снова Исайя, дальше 41-10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу правды моей. Господь за Меня, не устрашусь, что сделает Мне человек». Это Псалом 117-6 и следующий стих, который мы с вами учили. Дальше снова Исайя, мы бежали, марафон, Исайя 42, 42-й километр, 13-й стих. Очень важны вот эти мнемотехники, видите, легко запоминать цифры, если действительно это связано с какой-то картинкой. «Господь выйдет, как Исполин, как муж брани и возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих». Дальше снова Исайя, 45-я глава, 2-й, 3-й стих. В первом стихе так Господь говорит помазаннику своему Киру, и вот что он ему говорит. «Я пойду перед тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». И вот это вот первые 10 стихов. Следующий стих, 11-я неделя, смиренный стих такой, Иоиля 2, 17. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их». Далее простой, короткий, но очень важный стих Якова 4, 6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И снова стихи о молитве впереди. Матфея 7, 7, 8. Тот же стих, кстати, есть и в Евангелии от Луки. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Далее стих из Евангелия от Марка 11, 23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Следующий стих, очень мощный, бросающий нам вызов нашей христианской жизни, это Евангелие от Иоанна 14, 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». И далее мы снова возвращаемся в наш забег, в наш марафон Исайя, 42 глава, сразу два стиха, там, вернее, три стиха, ну, две недели. Шестой, седьмой стих, 42, 6, 7. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы». И дальше, восьмой стих, «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истукану». Дальше, опять же, короткий стих, но очень-очень важный, это Иоанна 11, 40. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» «Если будешь веровать, увидишь славу Божью». Мы вот этот фрагмент конкретно с вами учили, стиха. Вот. Ну и дальше двигаемся мы с вами, и снова книга пророка Исаии у нас впереди. Книга пророка Исаии у нас впереди. Какой там был стих, сейчас я вспомню. Это сороковая глава, четвертый, пятый стих. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». Исаия, сороковая глава, четвертый, пятый стихи. И дальше финальный стих, ну, вот этой десятки, двадцатая неделя. Послание, второе послание Коринфянам, 2, 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте». И переходим дальше. Двадцать первая неделя, притчи 3, 5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Двадцать вторая неделя, снова Исаия, 26 глава, 3-4 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Далее два псалма у нас были мощных. Сначала Псалом 143, 1. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани». Следующий Псалом 67, 29. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». И на прошлой неделе мы с вами учили стих из песни Песней 2, 4. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною, любовь, слава Господу, спасибо Господь». Вот такие вот 25 стихов мы с вами выучили. Еще раз постарайтесь тоже их повторить, их рассказать кому бы то ни было, и это будет очень хорошо и очень сильно. Ну а мы идем дальше. Двадцать шестая неделя, друзья. И опять песня Песней. Теперь буду я немножечко упрощать для себя дальнейшее запоминание пошаговости стихов. Поэтому Песня Песней. Снова этот стих нам очень важно выучить. Он очень сильный и очень благословенный. Песня Песней, 8 глава, 6-7 стих. Это, наверное, одни из самых любимых стихов моей в Библии. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто отдавал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Сразу два стиха, но они в общую мысль собраны, и довольно длинный фрагмент, поэтому сделал для вас аудиодорожку по обыкновению, чтобы легче было его запомнить. Слава Господу, идем вперед, учим Писание, помещаем его в свой дух. До встречи на следующей неделе. Остановил я, значит, видео и думаю, что-то я, по-моему, чуть-чуть забыл. Конечно, мнемотехника. Мнемотехника, какая мы возьмем, чтобы запомнить, что это именно Песня Песней, 8 глава, 6-7 стих, чтобы проще было запомнить этот адрес. Давайте представим себе тот самый перстень, как перстень на руку, да, вот перстень. И представим, что на этом перстне знак бесконечность, то есть восьмерка. Перстень с бесконечностью. И вы берете и надеваете его, или Господь вам надевает его на палец, вот на этот, на шестой палец получается. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой палец. И вот, получается, мы одеваем перстень на этот шестой палец. Песня Песней. Шестая, седьмая, восьмая глава, потому что бесконечность здесь. Восьмая глава, шестой, седьмой стих. И мы можем это все петь. Ну, вообще, Песня Песней, что этот стих в книге Песня Песней, я думаю, каждый уже прекрасно знает. Стихи о любви. Положи меня, как печать, на сердце твое. В общем, слава Богу. Еще раз, до встречи на следующей неделе. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Песня Песней, 8, 6, 7. Продолжение следует... Продолжение следует...